Книга «Открытым оком», тема «Богослужение», 8 том, вопрос 2065. Как соотносится физическое и иное наказание в монастырях и принятая Россией Конвенция о правах человека? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Без наказания нет воспитания. Так нам и Иегова открыл. Он лучше знает, как воспитывать его творение. Он создал эту тварь и заранее дал от болезни примочки, горькие травы к спасительному агнцу. Наказание – это лекарство от болезни непослушания. Наказание есть везде – в школе, двойкой, в армии, гопфахте и трибуналам. Непослушание целой страны революции гулагами. В монастырях есть эпитимии, как и каноны в церкви, когда собаку дрессируют, то есть приманка, лакомка, пряник. И есть хлыст, плеть. Книга притчей 22.15 Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная разга удалит ее от него. Сирахов 8.6 Не укоряй человека, обращающегося от греха. Помни, что все мы находимся под епитимиями. Исайя 1 глава 5-7 стих. Во что вас бить еще, продолжающий свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы, ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необязанные и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах скидают чужие, все опустело, как после разорения чужими. Ава Пахомий обыкновенно по окончании поучения заставлял монахов повторять сказанное. И святой Феодор усвоил это обыкновение. Со своей стороны труд произнесения поучения он считал для себя необходимым, чувствуя великую сладость от усвоения и сообщения другим Слово Божие. Когда Феодор нестрого смотрел за соблюдением всех правил, назначенных Пахомием, Пахомий указывал ему, что необходимо требовать от иноков послушания всецелого, послушания даже в малых делах, потому что нарушение малейшего правила расстраивает порядок монастырской жизни и ведет к развитию в монахах духа непослушания. Когда два инока позволили себе разговаривать во время работы в Хлебной, а Феодор не обратил на это внимания, Пахомий строго и настойчиво говорил ему, что он должен следить за исполнением правил внешнего поведения. Он посылает его вместе, вместо себя для наблюдения за духовным состоянием братьям, для ворочевания их духа. Феодор имел право во всех монастырях распоряжаться приемом иноков и изгнанием из обители тех, кто, будучи неисправим, своим поведением производил в братстве соблазн. Стихотворение Пророк Иеремия О, дайте мне, родник, родник воды живой! Я плакал бы весь день, всю ночь в тоске немой, слезами жгучими о гибнущем народе! О, дайте мне приют, приют в степи глухой! Покинул бы навек я край земли родной, ушел бы от людей скитаться на свободе! Зачем меня, Господь, на подвиг ты увлек? Открою лишь уста, в устах моих упрек! Но ненавистен Бог служителям кумира! Устал я проклинать насилие и порок! И что им истина, и что для них пророк? От сна не пробудить царей и сильных мира! И я хотел забыть, забыть в чужих краях! Народ мой гибнущий в позоре и цепях! Но я не мог уйти, вернулся я в неволю! Огонь в моей груди, огонь в моих костях! И как мне удержать проклятие на устах? Оно сожжет меня, но вырвется на волю! Д. Мережковский, 1887 год